Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Наконец-то, спустя долгое время появилась команда в МХЛ. Можно ли назвать МХЛ таким топ-уровнем для молодого патриниста? Очень эмоциональная такая команда, не очень приятная, кусачая. Сложно представить свою жизнь без кейла. Они получили бесценный опыт в этих матчах, это им поможет в дальнейшем прогрессировать. Как ребята переносят частые переезды, влияет ли это как-то на результат игры? Как я поменялся, он стал более быстрым и уже из более быстрых техничных игроков. Рады вернуться домой. Наша задача поставлять кадры, с чем мы пока справляемся. Бабруиск-Арина в прошлом сезоне была в числе лидеров по количеству болельщиков на матчах. Радости предела не было и для города, и для болельщиков. Что касается ближайших задач, это было попадание в плей-ин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спустя 7 лет, в 2022-м, Динамо Шинник вернулся в молодежную хоккейную лигу. Какие в этой связи появились изменения в хоккейном клубе или же в Бабруиск-Арене в целом? Вы знаете, это очень положительный факт, что наконец-то спустя долгое время появилась команда в МХЛ. Потому что наши молодые ребята, которые приходят сюда из института, сборных, из других команд, они здесь получают игровую практику на международной арене. Они быстрее формируются как хоккеисты, то есть играются с верстниками и с ребятами постарше, которые уже некоторые проявляют себя в КХЛ, не первый год в молодежной хоккейной лиге. И уровень лиги здесь, конечно, очень высокий, и игроки из-за этого разбиваются быстрее. У нас как в молодежной, в юношеской сборной, вот как только что сейчас ребята приехали, некоторые еще находятся в расположении сборной, находятся. Некоторые ребята в Минском Динамо, то есть если брать с прошлого сезона, это порядка 9 человек в Минское Динамо только попало. И процентов 70, наверное, у нас игроков вот сейчас через молодежную и юношескую сборную прошли. В состав команды входят ребята со всей страны, да? Это всем известно. Какие критерии вы используете при подборе игроков? Что нужно, чтобы попасть к вам в команду? Ну, во-первых, молодежная хоккейная лига – это все-таки лига, где играют ногами, то есть это быстрый, агрессивный хоккей, плюс система игры нашей команды подразумевает активный хоккей, то есть мы играем в давление. Ну и, естественно, мы смотрим на физическую готовность ребят, то есть они должны быть готовы к этой лиге, потому что здесь ребята, которые постарше, уже обладают такими габаритами, и надо быть к этому готовым, чтобы никто не травмировался, так скажем. И поэтому, да, мы отсматриваем игроков по всей стране, ведется каждодневная работа. Это и я, и тренерский штаб наш, плюс скауты Минского «Динамо» помогают нам, то есть все игроки, которые проявляют себя, они все у нас на карандаше. Есть ли бавруйские ребята в вашей команде? Вот сегодня Александр Муромцев будет выступать, посмотрим. Он в прошлом сезоне выступал за нас, после он пробовал свои силы в Жобинском «Металлурге», уже в взрослой команде «Экстралигия». Плюс есть несколько молодых ребят, которых мы подключаем к тренировкам. Это «Братарь» 2007 года, Константин Гласенко, он уже сыграл одну игру за нас. Есть ребята и 2008, и 2009 года. Мы смотрим, наблюдаем за ними, ждем, как они будут прогрессировать, и уже по мере этого будем подключать. То есть для своих ребят не стыдно перед остальными регионами, конечно же? Здесь, наверное, не совсем правильно, свои, не свои ребята. Все-таки у нас цель – это подпитка для национальной сборной. И здесь понятия «свой», «чужой» нет. То есть все ребята, которые здесь… Все свои. Все свои, да, по большому счету. Они все игроки под национальную, под молодежную, под юношескую сборную. Это прекрасно, что они все понимают, что они в равных условиях. Вот, все верно. Хорошо. В рамках молодежно-хоккейной лиги наша команда много играет с российскими командами. Как ребята переносят частые переезды? Влияет ли это как-то на результат игры? Конечно, непросто. Надо какое-то время для того, чтобы привыкнуть, пройти адаптацию и к лиге, и переезда. Потому что, если взять количество игр, оно практически в два раза возрастает по сравнению с прошлым сезоном. Ребята, которые не первый в год в команде, они уже примерно понимают, как подстроиться, как восстановиться. Те ребята, которые новые, конечно же, им необходимо какое-то время. Но, в принципе, все нормально. Это уже не первый год. В первый год было как-то посложнее. Сейчас уже более понятно. Плюс ребята, которые постарше, они подскажут молодежи. Поэтому с этим никаких проблем нет. Подстраиваемся под ситуацию. А можете отметить какую-то игру для вас, может быть, самую эмоциональную среди наших и россиян? Ну, это были игры с золотым дивизионом в прошлом сезоне. Это как раз-таки на домашней арене. Это был Локомотив, Красная Армия. Плюс игры Play-In были с питерским «Динамо» очень эмоциональны. Такая команда не очень приятная, кусачая. То есть, действительно, ребята оставили очень много эмоций. И я считаю, что они получили бесценный опыт в этих матчах. Это им поможет в дальнейшем прогрессировать. Хорошо. Ну, давайте немножко более подробнее поговорим. Какие все-таки перспективы открываются перед нашими хоккеистами после МХЛ? Можно ли назвать МХЛ таким топ-уровнем для молодого хоккеиста? Конечно. Потому что все клубы в КХЛ, они, как правило, имеют в системе, в структуре своего клуба, команду МХЛ. То же самое. И мы, мы игроков развиваем. Все-таки основная наша задача – это развитие игроков. Мы развиваем их, готовим, чтобы они были более адаптированы уже к взрослому хоккею, к сборным команд страны, к команде КХЛ. Потому что, вот как мы видим пример, несколько ребят, которые выступали в прошлом сезоне у нас, довольно-таки успешно выступают в КХЛ и не теряются. А кого из них можете отметить? Это Егор Бориков. Если брать по этому сезону, Егор Бориков, Даниил Липский, Константин Волочко. Он, правда, сейчас травмирован первой игры. Он сыграл за Минское. За Минское «Динамо». Сейчас он, к сожалению, пока не совсем здоров. Ждем его выздоровления. Я тоже надеюсь, что он сможет сыграть еще несколько матчей на уровне КХЛ, принести пользу команды. По прошлому сезону там было порядка семи человек. Поэтому ребята развиваются, прогрессируют. Дай бог, чтобы дальше продолжалось так же, потому что все-таки наша задача – поставлять кадры, с чем мы пока справляемся. Команда «Динамо» – шинник, гордые хозяева «Бобруйского льда». Под четким руководством главного тренера Андрея Михалева вырастают хоккеисты с большой буквы и сильным характером. Каждый из юных спортсменов дышит динамичной игрой на льду. Сложно представить свою жизнь без хоккея, уже все-таки. Можно сказать, все связано с хоккеем. Без него очень трудно. Да, я не хочу даже представить. Ну, конечно, выкладываться надо по максимуму, потому что как работаешь на тренировке, так все будет в игре. Если хорошо работаешь на тренировке, легче в игре. И, конечно, да, энергозатратно, но, опять же, все условия для восстановления есть. Лучшие игроки команды в последних пяти матчах – Мирослав Михалев, 6 очков, а также Степан Звягин и Дмитрий Тукач с 5 баллами. Арсений Елисеев занимает третье место в МХЛ по совершенным силовым приемам. Их на счету у парня 63 за 22 игры. В 13 матчах на воротах команды Антон Масальский заработал коэффициент надежности 2,66 и процент отраженных бросков 90,3. Любой спорт, любая профессия тяжело. Это нужно выкладывать на все 100%. И особенно в спорте ночи не бывает. Поэтому тут нужно каждый день совершенствоваться лучше, потому что сегодня ты можешь быть хорошим игроком. Завтра тоже можешь быть плохим игроком. И так вот меняется каждый день. Поэтому, не знаю, в хоккей лично для меня каждый день – это братья на улице. Продуктивная тренировка у хоккеистов – это развитие мышечной силы, быстроты, гибкости и ловкости. Высокий уровень общей выносливости – один из главных критериев отличного здоровья спортсмена. И только качественная подготовка позволяет на матчах проявлять неисчерпаемое самообладание и решительность и справляться с непрерывным натиском соперника. Мы месяц проводили все игры на выезде, поэтому немножко подустали. Поэтому стараемся работать минут 45, но интенсивно. В зависимости, сколько игр у нас. То есть, если две игры подряд, то даем на следующий день паузу. То есть, две-три тренировки, если три игры. Сейчас у нас долгая серия домашняя, поэтому рады вернуться домой. Ждем болельщиков, будем радовать их своей игрой. Когда «Динамошинник» возвращается на Бобруйск арену, у любителей хоккея – настоящий праздник. На трибунах ощущается единение и безграничная вера в победу. Ярые болельщики, так же, как и игроки команды, на каждом матче выкладываются на 100%. В 2008 году, когда арену построили, и появилась команда первая у нас. С этих времен мы как бы болеем, ходим за эту команду. А когда еще в МХЛ пошли, то это вообще радости предела не было. И для города, и для болельщиков. Постоянно ходим на матчи «Динамошинник», мы поддержим команду, потому что наш сын еще играет за «Дюж» 2016 года, он вратарь. Поэтому на прошлом матче ему Масальский подарил клюшку. И мы ходим, болеем, поддержим нашу команду. Успехов ей. Когда они здесь, то постоянно приходим всей семьей по возможности. А когда они куда-то уезжают, находим в Ютубе и смотрим все матчи. Счет игры с московской красной армией открывает Дмитрий Тукач. Соперник сравнивает цифры к концу первого периода, но во втором с шикарной передачей Николая Салыга Мирослав Михалев выводит команду вперед. Каждый гол – это буря эмоций и для игроков, и для тех, кто преданно поддерживает «Бобров». Когда забил наш партнер, ты радуешься, как будто это его первый гол в карьере. Забитая шайба – это всегда положительные эмоции. Мы играем для болельщиков. Спасибо им большое, что нас поддерживают. Всегда легче играть на своих трибунах. До 45-й минуты матча лидируют юные «Динамовцы». Однако в третьем периоде ход игры резко меняется. В домашние ворота одна за другой прилетают сразу четыре шайбы. В два периода было вроде бы неплохо. Хорошие моменты были. В зоне атаки контролировали шайбу, двигали ее, вели в счете. На третьем сами не делали, что вышли. Потеряли концентрацию. То есть два раза мы отбросились от шайбы. К слову, команда из России представляет золотой дивизион «Запада МХЛ». «Динамо Шинник» сейчас с 25 баллами занимает пятое место в серебряном дивизионе западной конференции. Зрелищная игра юных спортсменов завершается со счетом 5-2 в пользу Красной армии. Так, в копилке «Бобров» сейчас 12 побед и 9 поражений. Вроде стараемся, работаем, но где-то даем слабину и вот так вот матчи наши проходят. Вроде игра более-менее равная, но момент такой один происходит и игра переходит не в наше русло. Стараться будем настраиваться только положительно, потому что нам нужны очки. Но мы хотим попасть в золотой дивизион, а с такой игрой будет тяжело. Так что будем стараться выигрывать. Самое главное сделать работу над ошибками, вот, собраться, конечно же, вот. Ну, как говорят тренера, там, не расстраиваться, потому что от того, что ты будешь там загоняться, ничего хорошего не получится. Выходим на новые матчи, выигрываем. Несмотря ни на что, «Динамо» шинник уверенно движется по траектории любви к хоккею. Да, не всегда все получается, но без поражений невозможны победы. Самое важное в спорте характер, ведь только благодаря крепкому стоицизму через тернии можно достигнуть звездных вершин. И у команды «Бобров» это точно получится. Я защищал фотосборную Белоруссии. Для меня это было огромное счастье. Есть ли у вас любимая команда хоккейная? То, что я люблю хоккей в моей жизни, вот, каждый день. Что нужно для того, чтобы стать хоккейстом? Постоянно надо будет сталкиваться с теми проблемами, преодолевать их. Присматривается ли тренерский состав подрастающего поколения? Сейчас молодежь немного другая, то есть гаджеты, приставки различные. Хоккей – это призвание или стиль жизни? Назначено такого рецепта, чтобы у вас получился готовый хороший хоккейст. Нет. Для своих ребят не стыдно перед остальными регионами? Надо пробовать, пытаться детей заразить спортом. Как в целом оценивается второй сезон? Выкладываются ли хоккейст по полной? И какие плюсы и минусы мы можем все-таки отметить? Если подробнее. Что касается второго сезона, у нас все-таки команда омолодилась. Причем довольно-таки серьезно. И поэтому сейчас возникают, конечно же, сложности. Плюс немного поменялось календарь. Мы весь месяц провели на выезде. После этого ребята были задействованы в сборных командах страны. И, конечно же, накопилась усталость у них. Плюс разъезды-переезды, о чем мы говорили. Но и пока не совсем просто. Но это дело времени. К этому надо привыкать, приспосабливаться. Потому что им в жизни все равно предстоит через все это пройти. Это нормальный рабочий процесс. То есть у нас все идет, как было запланировано. Хорошо. У профессиональных хоккеистов очень плотный график. Мы об этом знаем. Давайте чуть подробнее о нем поговорим. Есть ли вообще у хоккеистов свободное время? Как они его проводят? Ну, вы знаете, во время чемпионата, тем более сейчас как таковых международных пауз нету. По большому счету выходных нету. Это паузы какие-то между играми, чтобы, что касается нашей команды, ребята могли закрыть свои вопросы по школе, по институту. Все остальное это время, это либо у нас разъезды, либо двухразовые тренировки, подготовки. Ну, сильно отдохнуть времени во время сезона нет. Как считаете, хоккей это призвание или стиль жизни? Я вам так однозначно не могу сказать, потому что, когда ребенок приходит в хоккей, все-таки на этап становления, ему приходится преодолевать различные факторы. То есть, кто-то раньше взрослеет, кто-то позже. Кому-то дано выполнять хорошо одни функции, кому-то другое. То есть, здесь и много психологических таких факторов, сумеет ли он справиться с этим, не сумеет. Как родители, как тренер себя в этой ситуации поведет. То есть, однозначно такого рецепта, чтобы у вас получился готовый хороший хоккеист, нет. То есть, это постоянно надо будет преодолевать какие-то сложности на этапе становления. Хорошо, а как оцениваете тренерский состав «Динамо Шумит»? У нас отличный тренерский штаб. Все профессионалы своего дела. Наш тренировочный процесс поставлен таким образом, чтобы ребята развивались, им постоянно подсказывают. Говорят, в чем добавить, на какие компоненты уделить больше внимания. Поэтому я считаю, что в плане той работы, которая ведется тренерским штабом, у нас все на высшем уровне. Какое значение лично для вас и моей хоккейской жизни? Хоккей у меня с самого детства. Это моя профессия. То есть, то, что я люблю хоккей в моей жизни. Каждый день, как я пришел на стадион первый раз, и с тех пор, в принципе, я иду с хоккеем по жизни. Сколько с тех пор, то 100 лет? 30 лет. 30 лет? 30 лет. А как-то менялся за это время хоккей, вы как вы считаете? Он стал, не знаю, может быть, более технологичным, если можно так сказать? Конечно. Меняются правила, меняются системы, требования. То есть, ничто не стоит на месте. Все пытаются показать. Наилучший результат в связи с этим меняется и хоккей. Если раньше уделяли внимание больше на больших игроков, то сейчас, наоборот, мы видим, хоккей-то менялся, он стал более быстрым. И уже есть более быстрых, техничных игроков. Поэтому, конечно, хоккей не стоит на месте. Есть ли у вас любимая команда хоккея? Это наша команда. Хорошо. А если в целом говорить о международной арене? Ну, такого нет. Такого нет. Я защищал фотосборную Белоруссии. Для меня это было огромное честь. Я до сих пор помню те моменты выступления. Это вот самые приятные такие воспоминания. Бобрусская арена в прошлом сезоне была в числе лидеров по количеству болельщиков на матчах. Как считаете, насколько все-таки важны болельщики? Ребята чувствуют эту поддержку. Говорили несколько раз уже о том, что им приятно играть. Им повышенное внимание, у них появляются дополнительные силы. Их, конечно же, они хотят проявить себя с лучшей стороны. Плюс родные, близкие дома приезжают. Приятно играть при такой атмосфере. Поэтому мы надеемся, что будет как можно больше болельщиков приходить к нам в каждую игру. В Белоруссии хоккей начал развиваться в конце 40-х. Ведущий клуб республики, который не раз менял названия, Торпеда, Спартак, Боревестник, Красное Знамя, Вымпел, Динамо и Тивали, представлял столицу в чемпионатах СССР и МХЛ. Во всесоюзных первенствах играли также команды Гомеля, Бобруйска, Гродно и Новополоцка. Развивался и чемпионат БССР. Белорусская сборная участвовала в трех олимпиадах – 1998, 2002 и 2010. Лучшие достижения – четвертое место в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда наши сенсационно вышли в полуфинал, обыграв в четвертьфинальном поединке одного из главных фаворитов турнира – сборную Швеции. Вызывая шквал аплодисментов на трибуне. Меньше 2,5 минуты конца третьего периода. Шайба попадает в маску, побесала и отскакивает шведские ворота. Четыре-три, четыре-три! Наши, наши совершили, друзья, я думаю, самую громкую сенсацию за всю историю хоккейных турниров, аж целых 19 зимних олимпийских игр. Друзья, вы, я не знаю, я думаю, мы с вами только по прошествии времени, большое видится издалека, сумеем в должной мере оценить то, что сегодня сделали белорусские хоккеисты. На заре суверенитета на территории страны существовало всего три крытых катка. Два в столице, один в Новополоцке. Сегодня в Беларуси свыше 40 арен. Развитие инфраструктуры позволило принять чемпионат мира в 2014-м. И даже спустя десятилетия тот планетарный форум называют одним из лучших по организации. Но самое главное – это наше будущее, ведь строительство дворцов увеличило количество детских школ по хоккею. А это значит, что и выбор игроков стал большим. Занятия у нас проходят на бесплатной основе. Также у нас есть возможность предоставления формы для пробных каких-то занятий. Тренировочные у нас занятия в школе проходят как на льду, так и на земле. С ребятами и с воспитанниками нашей школы работают очень опытные тренера. Приходите и вместе с нами достигайте высоких целей. Мы участвуем на протяжении всего хоккейного сезона и уже по итогу там занимаем места. А 2007 год у нас в прошлом году занял четвертое место по всей республике, из 20 школ. Сейчас у нас очень сильно в Республике Беларусь развивается женский хоккей. Сформирована уже женская команда, то есть девочки у нас. Они участвуют в чемпионате. Также у нас очень сильно, скажем так, концентрируется внимание на том, чтобы побольше девочек привлекать. На данный момент в нашей школе занимается 10 девочек разной возрастной категории. Все они молодцы, все они перспективные. Бобруйская арену 31 мая 2008-го лично открыл Александр Лукашенко. Тогда же и прошел товарищеский матч команды президента со сборной звезд мирового хоккея. Место для возведения Ледового дворца выбрано не случайно. Бобруйская крепость – памятник истории и архитектуры XIX века. В самой арене, которая рассчитана на 7000 мест, проводились различные соревнования. В их числе чемпионат мира по хоккею среди юниоров, Кубок Полесья, молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе, матчи КХЛ с участием команды хоккейного клуба «Динамо Минск». Универсальное сооружение может принять в своих стенах соревнования по 15 видам спорта. Фигурное катание, гандбол, мини-футбол, большой и настольный теннис, волейбол, бокс, панкратион. Кроме того, возможно, концерты и шоу фактически любой сложности. С выступлениями здесь побывали многие звезды белорусской и российской эстрады. Также стала добрая традиция проведения в Бобруйской арене торжественных открытий и закрытия Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Тут же проходили съемки фильма «Легенда номер 17» Николая Лебедева, посвященного хоккеисту Харламову. Для горожан доступны тренажерные, хореографические залы, массовые катания, прокат коньков, велосипедов, роликов. На базе «Динамо Шлика» функционирует детская и мышечная школа. Просматривается ли тренерский состав подрастающим поколениям? Конечно, просматриваем. То есть, опять же, я говорю, некоторые ребята из детской школы находятся сейчас в расположении сборных команд 14-15 года возраст. Вот, поэтому мы смотрим за и те ребята, которые из юниорской команды, мы видим, что проявляют себя неплохо, мы их подключаем к нашим тренировкам. Хорошо. Не каждый, далеко не каждый родитель может позволить купить своему ребенку амуницию. Я знаю, что вы в этой связи как-то помогаете. Конечно, мы, что касается нашей команды, мы полностью обеспечиваем ребят всем необходимым, плюс в юниорской команде мы помогаем по мере возможности. Поэтому, когда возможность есть, мы помогаем. То есть, наши ребята ни в чем не нуждаются. Хорошо. А ведется ли сейчас набор? Можно ли вот ребятам, которые посмотрят интервью, попасть в команду в детской юниорской школе? Ну, конечно. Есть же наборы в детских школах. Это на сайте клуба никаких проблем. Все желающие могут приходить, пробовать себя заниматься. Вот мы видим сейчас совсем молодые ребята. Есть, которые только учатся кататься. Поэтому, пожалуйста. Что нужно для того, чтобы стать хоккеистом? Какие нужно обладать качества? Нету рецепта такого. Я говорю, для начала вы должны привести ребенка в хоккей. Постоянно надо будет сталкиваться с какими-то проблемами, преодолевать их. То есть, это интересно. Это не говорит о том, что здесь только сложности. Это интересный процесс, который детям нравится. Поэтому рецепта нет. Если бы он был, мы бы им пользовались. Как считаете, в целом, насколько важен спорт и, в частности, какие развития подрастающего поколения? Безусловно, я считаю, что дети должны заниматься спортом. Это и для здоровья полезно. Ну и надо понимать, реалий сейчас молодежь немного другая. То есть, гаджеты, приставки различные, они время проводят в мессенджерах, в телефонах сутками. Поэтому, конечно же, надо пробовать, пытаться детей заразить спортом, в хорошем смысле этого слова. Какие сейчас цели и задачи ставить перед собой «Динамо Шинник» и что ждет нас в перспективе? Ну, что касается ближайших задач, это было попадание в плей-ин. Ну и там уже по мере поступления мы будем дальше решать свои задачи. Задача у нас – попадание в золотой дивизион. Пробуем справиться мы с ней, то есть мы для этого все делаем.